Накануне на сессии законодательного собрания депутаты рассмотрели проект закона о государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Красноярском крае. Подробности расскажет наш гость, депутат законодательного собрания края, председатель комитета по делам села и агропромышленной политики Сергей Зяблов. Доброе утро. Доброе утро, Сергей Филиппович. Расскажите, вот законопроект направлен на конкретизацию мер господдержки. В чем суть? Суть большая в том, что это объединение, которое у нас только в крае и в России, это огромное число людей. Но проблем у них достаточно много. И сегодня, конечно, это люди, которые с невысокими доходами имеют те накопившиеся проблемы, которые нужно постепенно решать. И вот закон направлен на господдержку именно таким некоммерческим объединением по обеспечению всех инженерных сооружений. Включая туда энергетику, водоснабжение и дорожную часть. Поэтому вот решая эту ключевую задачу, чтобы можно было приблизить людей к комфортным условиям проживания вот именно в летний период. На земле. На земле, да. Но мы знаем, что речь идет о двух грантах, которые должны идти на разные цели. Расскажите подробно, на какие нужды пойдут? Ну, это связано с тем, что у нас появилась подпрограмма господдержки садоводческих и огородческих некоммерческих объединений. Она включена в программу развития села и агропромышленного комплекса. И здесь у нас тема связана с тем, что нужно определить механизм. Почему? Потому что, если честно сказать, у нас средств не так много выделено, а желающих получить, наверное, будет побольше. Да. Поэтому принято решение сделать конкурсную комиссию, куда будут подаваться заявки. И по порядку определенным правительством края мы будем уже рассматривать все поступившие обращения некоммерческих обществ вот по этой теме. Ну, здесь принято решение. Все-таки ключевые моменты, которые мы назвали уже, это инфраструктурные объекты, энергетика, дороги и водоснабжение. И здесь принято, как бы сказать, раз уже накоплен опыт таких обращений, то на эту тему решили осуществить через гранты. Ну, это такая самая эффективная сегодня система, потому что она уже опробирована не только на этой тематике, но и в том числе. Вот мы ее хотим здесь применить и на садоводни и огородческих обществах. Поэтому вот она и будет включать так же самое строительство, вот перечисленных тем, да, которые включают в себя не только самого строительства, но и подготовку. Это проектирование, это экспертиза, это изыскание. То есть это полный комплекс, который может войти в это дело. То есть раньше были какие-то такие разовые помощи, незаконченного формата. А здесь в полном объеме можно уже закончить под ключ, да, объект, который будет уже сдан в эксплуатацию. Так каким образом можно подать заявку на грант? Ну, каким образом? У нас есть отраслевое министерство сельского хозяйства, оно отвечает за выполнение этой подпрограммы. У них сформировано, я должен сказать, что с этого года действует отдел в составе штатной единицы, они сформировали уже, который принимает эти заявки. Ну, а вот как премиум закон, он принят в первом чтении, мы уже сможем, правительство сможет сформировать порядок, утвердить комиссию, и она приступит к работе. А по каким критериям будут оцениваться претенденты? Ну, вот тут еще есть вопрос, я имею в виду в той части, закон это все не предусматривает, конкретно расписание по каждому пункту и все движения. А вот уже в порядке, который утвердит правительство, там уже эти критерии отбора уже будут определены. Ну, здесь, по-видимому, все-таки по первостепенности, по необходимости и так далее, где уже такие вопросы, наверное, не один год поднимаются, не один год не решаются. И вот с них, наверное, и начнут. Ну, компетентная комиссия разберется, все оценит, все трудности и все риски. Скажите, а вообще, как вы считаете, больше порядка станет после того, как в полную силу начнет действовать закон? Ну, здесь, что вы подразумеваете под порядком, но я думаю, что... В садовых, например, обществах, также вот в объединениях... Я думаю, что здесь все-таки будет выставлена система государственной поддержки, понимаете, вот то, что мы уже будем понимать порядок, кто, кому, за кем. Система-то есть порядок, наверное. Это есть порядок, да. Вот в этой части, я думаю, да, здесь будет, конечно, уже определенные дела есть. Но это же, видите, общественная организация, поэтому здесь надо находить общий контакт именно с общественной организацией. Почему сейчас закон принят в первом чтении, чтобы можно было до второго учесть все замечания, предложения от общественных организаций, которые могли бы здесь тоже поучаствовать и понимать всю логику и правила игры в этом вопросе. Прямо сейчас уже можно заявку подавать? Я думаю, что да. Ну вот, подавай. Может быть, успеешь я к садовому сезону. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли, все рассказали. Желаем вам плодотворной работы уже с общественными организациями. Спасибо вам.